всем добрый день я так понимаю что лучше на русском языке да вопрос вопрос был задан на русском языке вот буду вам отвечать тогда на русском языке да ничего важного пока не сказано отвечая на вопросы реформирования скажу что реформирование будет в ближайшее время особенно она коснется штрафов то есть по методологии каким образом будут определяться штрафы на субъектов хозяйствования на сегодняшний день действует норма которая дает возможности административным коллегиям органов антимонопольного комитета рассчитывать штрафные санкции в зависимости от смягчающих и отягчающих обстоятельств и то есть система каким образом накладываются эти штрафные санкции на сегодняшний день пока не определена я думаю что в ближайшее время где-то до сентября месяца уже сейчас разрабатывается этот документ то есть эта система станет более прозрачной какой еще вопрос вы задавали пока ничего пока у нас остается все как было вы же знаете мы территориальное подразделение соответственно сейчас у нас поменялся состав руководства антимонопольного комитета в городе киеве вот каким образом дальше будет организована работа увидим к нового ничего нет то есть мы как работали так и работаем наши показатели в общем-то с каждым годом улучшаются и растут я думаю что вы знаете что по итогам 2014 года харьковское областное территориальное отделение заняло первое место по украине по украине по всем показателям и по итогам первого квартала мы также были на первом месте за полугодия еще цифр нет и поэтому сказать итоги не могу но думаю что с пятерки лидеров мы будем однозначно так чтобы не перегружать вас цифрами буквально четыре назову это по заявлениям за первое полугодие мы рассмотрели 219 заявлений сейчас на рассмотрении у нас 68 101 дело у нас рассмотрено еще на рассмотрении находится 101 дело штрафов мы наложили 3 миллиона чуть больше миллион гривен уже у нас уплачено в этом году и экономический эффект от прекращения нарушений законодательства защиты экономической конкуренции составил за первое полугодие 23 7 миллионов гривен в принципе по всем этим показателям у нас рост по сравнению с прошлым годом с аналогичным периодом прошлого года из таких наиболее интересных дел которые мы рассмотрели я бы рассказала о рынках светлых нефтепродуктов потому что стоимость бензина дизельного топлива это для очень многих актуальных вопрос тем более что напрямую от этого зависит стоимость и продуктов питания и то есть всех остальных товаров которыми мы пользуемся которые мы приобретаем харьковским областным территориальным отделением было рассмотрено 13 дел больше двух миллионов штрафов было наложено на участников этих рынков и на сегодняшний день мы имеем цену по украине в харьковской области практически самую низкую то есть если мы говорим о средней цене то харьковская область на втором месте находится следующий интересный рынок это рынок услуг по реализации авиационного топлива сейчас у нас рассматривается дело лукой лавейшин украина и антимонопольный комитет украины дал поручение харьковскому областному территориальному отделению на проведение данного расследования в отношении установленных цен по международному аэропорту харьков и международному аэропорту одесса уже на сегодняшний день у нас есть информация о том что лукой лавейшин украина снизила значительно цены то есть на заправку в аэропорте харьков на 30 процентов а в аэропорте одесса на 15 процентов далее то что тоже многих касается это услуги стоянки возле международного аэропорта харьков то есть то что мы увидели по расчетам что 15 гривен которые взимаются на сегодняшний день за час пребывания на данные автостоянки на самом деле это затраты предприятия на день вот и соответственно если пассажир там или встречающий приезжает на стоянку и проводит там больше часа 2 3 4 часа бывает что и самолеты задерживаются то соответственно он вынужден переплачивать значительно за данные услуги еще тот вопрос который очень многих интересует это наша работа по выявлению нарушений в сфере госзакупок в этом году у нас на рассмотрении было 30 дел 14 решений по ним мы уже приняли сумма торгов общая сумма торгов по данным нарушениям она составляет 15 миллионов штрафов мы наложили полтора миллиона на ответчиков практически всех рынков касались эти дела и продукты питания и оборудование и бензин то есть абсолютно все в основном мы по данным делам работаем с правоохранительными органами то есть они нам предоставляют информацию где они видят нарушения мы проводим проверку данных фактов и уже в дальнейшем рассматриваем дело и при подтверждении данных фактов принимаем решение далее рынок которым мы достаточно давно занимаемся с 2011 года это рынок на бутя в аренду земельных часток поев то есть данном случае мы защищаем собственников земельных паев у нас за это время уже было исполнено 107 рекомендаций субъектами хозяйствования которые нарушали законодательство защиты экономической конкуренции около 15 дел рассмотрено экономический эффект от прекращения нарушений на сегодняшний день уже составляет около 100 миллионов гривен то есть чем суть нарушения суть нарушения заключается в том что по указу президента 2002 года с изменениями которые которые были в 2008 году внесены размер арендной платы за землю должен быть не меньше 3 процентов от нормативной денежной оценки земельного участка к сожалению на сегодняшний день пока еще не все субъекты хозяйствования придерживаются норм данного указа и соответственно наша работа не прекращается и постоянно движется более того совместно особо госадминистрации наши действия привели к тому что по харьковской области многие устанавливают и 4 процента плату в договорах и есть случаи когда даже 5 процентов то есть когда земля действительно плодородная хорошая то субъекты хозяйствования сами заинтересованы в том чтобы эта земля у них в аренде оставалась и так чтобы не сильно вас загружать то что вот касается многих особенно жителей города харькова это услуги централизованного горячего водоснабжения сейчас харьковское отделение открыло дело по бездеятельности по сути харьковских тепловых сетей которые не делают перерасчеты за некачественную услугу горячего водоснабжения то есть в чем суть нарушения что некачественная услуга по сути всему подъезду оказывается расчет перерасчет производится только тем потребителям которые обратились заявкой и которые сообщили о некачественной услуги вот я думаю что в ближайшее время мы это дело доведем до конца я бы хотела обратиться ко всем потребителям города харькова у которых такая же ситуация чтобы мы по вашим заявлениям и в ваших домах тоже провели исследование делаются вам перерасчеты в полном объеме либо нет то что я хотела сказать у меня все какие вопросы пожалуйста пока три да для для проверки для дела этого достаточно потому что по трем заявлениям на самом деле пострадавших это по сути весь подъезд или весь дом зависимости от того каким какая система горячего водоснабжения в каждом отдельном случае то есть конечно это многоэтажки ну вас а в основном это были торги это были рынки светлых нефтепродуктов вот дело в том что по этим делам быстро рассматривать не получается потому что у ответчиков есть возможность данная законом обратиться в суд соответственно пока же мы не пройдем все три инстанции данное решение не будет ну не вступит в законную силу то есть два месяца после принятия нами решения есть на оспаривание этого решения и далее как быстро суды будут рассматривать то есть работа постоянно ведется судов сейчас у нас значительно больше практически в два раза стало но в общем то могу сказать что харьковское отделение на высоте и высший хозяйственный суд практически все решения принимает именно в пользу органов антивонопольного комитета там проблема в том что неправильно посчитаны эти 15 гривен то есть там происходит и перекрестное субсидирование что имеется в виду то есть какие то субъекты хозяйствования не платят за услуги а затраты они же постоянная величина и получается что эти затраты перекладываются на тех потребителей которые оплачивают и в основном на тех которые более 15 минут останавливаются на этой стоянке соответственно если 15 гривен и это посчитано уже с рентабельностью 15 процентов это затраты в день на один автомобиль то если потребитель остается там два три часа и более то есть он по сути оплачивает за два три дня и ну и так далее я боюсь сказать что это неправильно у нас абсолютно вся информация по принятым решениям по торгам есть на сайте более того антимонопольный комитет украины ведет реестр всех ответчиков по данного вида нарушениям потому что как только антимонопольный комитет принимает решение о том что данный субъект хозяйствования совершил нарушения в виде антиконкурентных согласованных действий он дальше не может принимать участие в торгах ну это старая информация потому что одесское одесское отделение свое дело передал на рассмотрение по поручению антимонопольного комитета в харьковское отделение поэтому выводы уже есть и именно харьковского отделения в виде трех нарушений нет пока еще нет сейчас оно на этапе предварительных выводов то есть предварительные выводы будут отосланы непосредственно ответчику то в нею систем своим и после этого будет приниматься решение не готова ответить на этот вопрос да ну в основном это те организации которые находятся рядом с данной площадкой скажите пожалуйста по проверкам мораторий сейчас действует на проверке в каком случае вы можете провести проверку по обращению граждан допустим пока проверки запрещены мораторий действительно действует но он распространяется только на субъектов хозяйствования но в отдельных случаях субъекты хозяйствования к нам сами обращаются с просьбой провести их проверку то есть какой-то части особенно допустим если это касается торгов мы делаем запрос и конечно зачастую это очень большой объем информации которую нужно предоставить и в таких случаях субъекты хозяйствования обращаются к нам с просьбой проверить их на месте ну то есть соответственно уже дать какие-то выводы по результатам данной проверки ну в основном это бюджетные организации то есть в целях экономии бюджетных средств да им проще чтобы их проверили нежели предоставлять большое количество документов которые нужно на запрос предоставить а если они инициативу не проявляют значит вы проверите их не можем нет а если вот допустим тут же горячая вода по обращениям граждан можно проверить мы не выходим на проверку у нас есть такой метод работы как направление запросов на информацию вот учитывая что законом предусмотрена ответственность за предоставление недостоверной информации то есть субъекты хозяйствования особенно если это коммунальные предприятия то есть никто не станет рисковать ни своей репутацией ни своим бюджетом для того чтобы давать какую-то информацию некорректно или неправильно соответственно нам достаточно того что мы получаем документально чтобы мы сделали правильные выводы то есть если мы говорим о заявлениях именно по воде желательно то есть для заявителя предоставление документов подтверждающих ну скажем так желательно но не обязательно потому что зачастую бывает что предоставить нечего вот но мы к таким заявлениям граждан относимся достаточно лояльно вот и поэтому желательно было бы предоставить акты претензия которые были направлены на адрес тепловых сетей квитанции об оплате те счета которые выставляет выставляют тепловые сети для того чтобы увидеть что там никаких перерасчетов нет абсолютно и в полном объеме взимается плата то есть вот желательно вот такие документы предоставить это значительно облегчило бы нашу работу а как узнать положен перерасчет или нет то есть вот эта информация она в принципе закрытого типа то есть как потребитель может узнать что его права нарушены в данном случае качественная услуга либо некачественная предоставляется то есть зачастую в городе Харькове и многие говорят об этом говорят и многие даже звонят но после этого почему-то письменных обращений к нам не поступает о том что горячая вода ненадлежащего качества ненадлежащей температуры вот то есть или вообще допустим ее нету в конце месяца человек получает потребитель расчет в полном объеме что касается нашего законодательства то нет потому что я же еще раз повторяю что мы работаем запросами нам этого достаточно то есть мы официально делаем запрос получаем информацию и уже по результатам мы видим есть признаки злоупотребления монопольным положением либо нету то есть если это какой-то единичный случай мы идем путем рекомендаций вот потому что это может быть какая-то ошибка отдельного исполнителя там или просто системный сбой вот в таких случаях это рекомендации если это глобальное нарушение какое-то которое цепляет значительное количество потребителей и действительно приводит к убыткам конечно тогда мы рассматриваем дело пока еще не отправили вот они сейчас на этапе составления вот он рекомендации о снижении цены конечно до экономически обоснованного размера до они должны будут заново все посчитать все свои расходы потому что вот то что я назвала это не все замечания их расчет ответственность до 10 процентов от выручки за предыдущий год спасибо вам до конца года его продлили насколько я знаю спасибо вам 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 Продолжение следует...